Состояние большинства зданий в историческом центре города Одесса оставляет желать лучшего. Дом на Канатной 52, так же, как и его соседи, требуют реставрации. Строгий, сдержанный архитектурой представляет собой интересный пример сочетания минималистичного модерна 1910-х годов. Дом украшен зеленой плиткой в верхней части фасада, лепными венками и аутентичными оплетениями на окнах. Однако со временем фасады и лепка начали отпадать, балконы рушатся, а водосточные трубы ржаветь. За памятниками архитектуры должны следить городские власти, потому что они внесены в списки ухода за ними, правильно? А остальное, ну что, люди не потянут, конечно, сами. Конечно, страшно ходить, когда вот такой вот ходишь, и вот, допустим, вот балкон. Иди, знаешь, идешь, идешь, и раз, ну, страшно же. Вообще много таких очень зданий. Горы мусора во дворе, ямы вместо асфальта, отсутствие стекол в ваконных рамах подъезда – именно такими видами возможно удивить дом на Канатной 52. Раньше, когда-то в Одессе были реставрационные мастерские, у них был титульный лист, ну, я сам строитель. Вот, у них был титульный лист, на каждый год они отчитывались перед городом о том, что они должны сделать и что они делали. Сегодня кто-то отчитывается перед нами? Нет. У нас есть какой-то план ремонта зданий, старых зданий? Нет. Вот она и сыплется, вот она и валится. Я смотрю на этот город, я не пою ему дифирамбы, я не слагаю о нем песни. Мне просто его жалко. Вот как жалко больного человека, да, который болен смертельной болезни. Вот какой-то мой сосед, я на него смотрю, мне его жалко. Я ему помочь не могу. Я ему сочувствую, но я ему помочь не могу. Так же самое этот город. Мне его просто жалко. Вот до слез, до боли мне жалко. Во что такая жемчужина, такой прекрасный, прелестный город. Почему люди, слагая ему песни, превратили его в такую помойку? Дома рушатся ни для кого это не новость. Но только представители нашей городской власти еще не столкнулись глаза в глаза с этой проблемой.